Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Помочь военным разработать четкий и подконтрольный бюджет на три года. Такова цель поездки в военные гарнизоны членов Сенатского комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Научный центр по разработке технологий добычи метана из угольных пластов. В Карагандинском техническом университете презентовали лабораторию метановой энергетики. Подари детям улыбку. Карагандинские студенты-активисты посетили детский дом Бутагос. Его воспитанникам они привезли красочную развлекательную программу и подарки. Помочь силовым ведомствам, в частности Министерству обороны, разработать четкий, понятный и подконтрольный бюджет на последующие три года. С такой целью Сенатский комитет по международным отношениям, обороне и безопасности посетил войсковые части Карагандинского гарнизона. Сенаторов сопровождал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента во главе с председателем Доригой Назрабаевой посетили войсковые части Карагандинского гарнизона. Сенаторы Икрам Адебеков, Мухтар Алтынбаев, Нуртай Абыкаев и Лязат Киинов ознакомились с ходом боевой подготовки подразделения специального назначения. Депутатам продемонстрировали образцы оружия, которое состоит на вооружении спецназа. У нас в руках сейчас ножерозвельщик специальный. Уникальность, что с ним он позволяет сделать быстро. Стреляет к иммунским патронам. Стреляет к иммунским патронам. Однозарядное, стреляется. Передача. Изводится к его специальное предпоставление. Положение для стильбы. Снимается специальный патрон. Из-под того, что производится выставка. Однозарядное. На авиабазе военно-воздушных сил депутаты осмотрели авиационную технику, стоящую на боевом дежурстве. Парламентариям продемонстрировали современные образцы вооружения, военной техники и имущества. А также познакомили с возможностями тренажерного комплекса МиГ-31. В каждом подразделении сенаторы проводили диалоговые встречи, на которых выслушивали пожелания военных. К примеру, летчики попросили возродить в Казахстане аэродромы в сельских районах. Вот таких аэродромов у нас по территории большая, а аэродромная сеть слабо развитая. Раньше были в Шахтане, допустим, в их населениях районных центрах всегда были аэродромы, которые местные авиалии не летали. Они сейчас все заброшены практически. И вот на кимнат, чтобы они их остановили, но это не только для нас необходимо сидеть, но и также для местных авиалий. Получается большая часть, наверное, оболнать силовиками. Да. Ну, они должны эксплуатироваться и всеми. Помочь силовикам разработать четкий, понятный и подконтрольный бюджет на последующие три года. Именно так обозначила цель поездки председатель Сенатского комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева. Когда обсуждали бюджет 2017-2019 годы, то нашли очень много пробелов в целом в системе планирования, в системе бюджетирования и контроля. Поэтому наша задача сегодня помочь силовым ведомствам разработать четкую государственную программу развития данной сферы и обеспечить необходимыми ресурсами финансирования. Сенатор Мухтар Алтынбаев с деятельностью ВВС и сил воздушной обороны знаком не понаслышке. Генерал армии в разные годы Мухтар Капашевич служил командующим военно-воздушными силами, министром обороны. Он признал, что сделано многое, но останавливаться на этом не стоит. Поэтому сегодня послушали главкома силы воздушной обороны, командира в частей. Работа делается определенная. Но было бы ошибочно сказать, что успокоится на этом. Поэтому те проблемы, которые были высказаны командирами, главкомом, надо учесть. И по мере возможности мы, как депутаты, сенаторы, будем помогать, содействовать. Это вопросы выделения бюджетных средств, перевооружения, оснащения, ремонт существующей техники. Ну и есть блок вопросов социальных. Это жилье, денежные довольствия, классность и так далее. Члены Сенатского комитета по международным отношениям, обороне и безопасности намерены посетить войсковые формирования и в других регионах страны. Андрей Тен, Жакс Лык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском государственном техническом университете презентовали лабораторию метановой энергетики горно-металлургического комплекса. В торжественном открытии приняли участие Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков, председатель Сенатского комитета по социально-культурному развитию и науке Брыганым Айтимова и другие почетные гости. Эту лабораторию ждали давно. Не первое десятилетие ученые технического университета занимаются проблемой извлечения опасного газометана из угольных пластов Карагандинского бассейна. Оснастить лабораторию новейшим оборудованием помог глава государства. Это стало частью стратегической программы изучения метаноносности каменоугольных отложений. А главной целью создания лаборатории является разработка научных основ и выдача рекомендаций по разведке и добыче метана угольных пластов. Самое главное, что здесь, мы должны здесь организовать центр. Потому что тут очень многое сделать нужно с точки зрения научных исследований. Лаборатория оборудована учебным и компьютерным классами, которые оснащены современным программным обеспечением для подготовки специалистов профильной магистратуры. Судьбоносное решение первого президента по формированию нового Казахстана такое название получила четвертая республиканская научно-практическая онлайн-конференция, в рамках которой и состоялась презентация лаборатории. Сегодня мы таким образом в определенной степени исполнили поручение главы государства по проблеме утилизации шахтного метана. Сегодня здесь на 140 миллионов тенге, которые глава государства выделил по программе «Нурлужол», приобретено самое уникальное современное оборудование для осуществления анализа кернов, которые в перспективе создадут метановую отрасль нашей энергетики. В университете также отметили, что в недрах Каргандинской области содержится свыше 4 триллионов кубометров газа метана. При внедрении новых технологий это обеспечит Центральный Казахстан топливом на 90 лет. А технологии эти как раз и будут разрабатываться в новой лаборатории. Мы будем проводить комплекс лабораторных исследований газоносности углей, технического анализа углей. Данная лаборатория именно будет создавать эти технологии, исследовать образцы углей. И на данных полученных результатах мы будем разрабатывать именно технологии по разведке и добыче метаноугольных пластов. Данное оборудование позволит проводить комплекс лабораторных исследований по анализу геологических и геофизических свойств, исследованию газоносности угольных пластов, анализу фильтрационно-емкостных и гидрогеологических характеристик пласта для эффективного научного сопровождения программы разведки и добычи метана угольных пластов. Андрей Тенес, Ламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошла 25-я отчетно-выборная партийная конференция областного филиала партии «Нур-Утан». Мероприятие возглавил председатель областного филиала партии «Нур-Мухаммед Абдебеков». На конференции рассказали о деятельности областной партийной организации за последние два года, а также о планах на предстоящий год. На сегодняшний день в области насчитывается более 105 тысяч членов партии. Свою деятельность осуществляют 522 первичных партийных организаций. За 10 месяцев текущего года создано дополнительно 4 ППО. В рамках партийных проектов проводится большая работа, направленная на решение проблемных вопросов граждан. Сейчас существует несколько партийных проектов, которые успешно реализуют планы. В своем выступлении «Нур-Мухаммед Абдебеков» рассказал о проводимой работе партийцев. Я думаю, депутаты Нур-Мухаммед Абдебеков принимают активное участие в реализации партийных проектов. В выполнении поручений лидера нации входят в составы руководящих органов филиалов партий, консультативно-совещательных органов при филиалах. Кроме того, депутаты активно участвуют в работе различных комиссий и рабочих групп. В том числе и комиссии при депутатских фракциях по контролю за реализацией программы «Дорожил». За два года поступило более 10 тысяч обращений граждан. 16% вопросов решены положительно. Около 40% обращений связаны с оказанием консультативной помощи, в частности юридическая помощь. Наш регион является одним из передовых вопросов обеспечения занятости выпускников школ. В настоящее время все они охвачены какой-либо деятельностью. Ведь, как говорят партийцы, молодежь – это будущее нашей страны. Потому как мы понимаем, что действительно мы сегодня живем в процветающем государстве. Все это благодаря мудрой и правильной политике нашего государства. Мы живем в мире и, согласие, я думаю, это самые важные ценности сегодня для нашего общества. После выступления всех докладчиков выступил руководитель центрального аппарата партии Нур-Отана Калбек Ихданов. Он высоко оценил деятельность областной партийной организации и призвал партийцев работать на конкретный результат. Годовая обеспеченность труда каждого государства в сегодняшний день составляет примерно 20 тысяч долларов. Это пять раз больше, чем в 1991 году. В настоящее время наша экономика порядка 90% – это объекты частной собственности. Состав, собственностью касается мира, мы наладили экономические отношения. Казахстан принял приобретение ВТО, Северной трубой организации, создан национальный фронт. В 17-й раз в числе годовой бюджетной страны, составив 860 триллионов денег. В ходе конференции территориальным филиалам были даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию их деятельности. В завершении мероприятия единогласно был избран новый состав полицовета, бюро полицовета и контрольно-ревизионной комиссии. О сердце Замбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этого дня, по традиции, областной центр по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией проводит сразу несколько конкурсов на лучшее отображение темы. Победители конкурсов наградили в Театре музыкальной комедии. В Караганте подвели итоги конкурса рисунков среди школьников на тему профилактика ВИЧ. Кирилл Мишин – ученик 9 класса средней школы номер 30. Несмотря на свой молодой возраст, парень начитан об этом страшном заболевании. Узнав о конкурсе, школьник решил принять участие и занял призовое место. Я нарисовал девушку в уколе, которая отталкивается от этого, чтобы не пропагандировать это. На самом деле, как-то так вот, отталкивать. В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Я за профилактику ВИЧ». В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом с 10 ноября по 10 декабря проходит месячник, посвященный этой проблеме. Большая работа будет проведена среди представителей бизнес-структур, на производстве, среди военнослужащих и в исправительных учреждениях. Поэтому мы сегодня объединились все организации, как государственные, как неправительственные организации, для того, чтобы сказать людям, донести до нелюдей, что профилактика – это самое лучшее, что мы можем сделать сегодня для наших детей, чтобы в будущем они остались защищенными. На церемонии награждения студенты и школьники выступили с концертной программой. В течение года проводились различные конкурсы. Лучшие работы были отмечены сертификатами на денежную сумму с приобретением концтоваров в одной из крупнейших торговых точек Караганды. Лариса Хусынова, Сламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За круглым столом Карагандинского дома дружбы состоялось расширенное заседание Республиканского методического совета директоров дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана. За круглым столом гости обсудили вопросы развития подобных домов, а также взаимодействия этнокультурных объединений по республике. В дружной атмосфере прошла встреча директоров домов дружбы, членов АНК этнокультурных объединений, а также преподавателей этнопросветительских комплексов. Заседание проходило под председательством заместителя заведующего секретариатом АНК администрации президента Республики Казахстан Леонидом Прокопенко. В нашей стране реализуется план на 100 шагов современной Казахстанской АССР. И это четкий пошагово строительство, которое позволит достичь нашей великой казахстанской мечты, построить на земле и удовлетворяяя нашего единого будущего, укрепить идентичность деятельства в нашей стране и все вместе войти в председательство мирового стратегия. Собравшиеся рассмотрели вопросы развития домов дружбы АНК, аспекты укрепления казахстанской идентичности на принципе гражданства, а также развития новых направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана, что включает в себя благотворительность, медиацию и общественный контроль. Первые дома дружбы в республике появились в 90-е годы. Они функционировали как культурные центры и были на балансе государственных органов. То есть на законодательном уровне они не принадлежали Ассамблеи народов Казахстана. На сегодняшний день в Домах дружбы работу ведут этнокультурные объединения, показывая своим примером дружбу народов в нашей стране. После официальной части для всех гостей были организованы дискуссионные площадки, семинары, тренинги, посвященные новым подходам в деятельность Домов дружбы и этнокультурных объединений. Ассель Сазымбаева, Жасулал Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обеспечить одеждой младшие группы детского дома под силу даже студентам. Альян студентов Караганды посетил дом ребенка Ботагос. В честь 25-летия независимости Республики Казахстан ребята приехали с подарками и с концертной программой. Потерянные и испуганные малыши заняли свои места. К ним очень редко приходят гости. Они доверяют только своим воспитателям. Большое количество студентов сначала испугало малышей. Но после первого выступления дети начали улыбаться и с интересом наблюдать за концертом. В рамках благотворительного проекта «Подарить детям улыбку» студенты Карагандистского государственного университета Ивне Ашанш-Мукетова при поддержке горштаба Алян-студентов Караганды организовали акцию. Благотворительную акцию студенты сами своими силами собрали сладости, вещи, ходунки. Также в Караганде и городах-спутниках были установлены пункты сбора вещей для воспитанников детского дома. Как оказалось, неравнодушных много. Почти все собранные вещи были новые. Ползунки, носочки, теплые комбинезоны и другая необходимая одежда. Этого хватило для маленьких воспитанников детского дома «Ботагос». Подарки и концерт поднял настроение всем малышам. Многие даже пустились в пляс вместе со студентами. Все малыши остались довольны. Воспитанникам детских домов крайне не хватает внимания. Такие развлекательные мероприятия для детей – настоящий праздник. В завершении концерта студенты раздали фрукты и сладости, а взамен получили теплые объятия и искренние слова благодарности. В Караганде состоялось заседание Организации Объединенных Наций, а провели ее школьники. Такую игровую олимпиаду организовала Академия Балашах. Команды представляли разные страны, рассказывали о своих проблемах и совместно искали пути решения. Об этом и других мероприятиях в УЗА расскажет Лариса Хусаинова. Святослав Алексеенко приехал со своей командой из города Тимиртау. В областной олимпиаде «Игре для школьников» основной темой стала модель проведения заседаний Организации Объединенных Наций. Каждая команда представляла какое-либо государство. На таком игровом заседании ребята рассказывали о проблемах и предлагали помощь другим странам. Моя команда представляет Турцию с проблемой питьевой воды, в Турции с проблемой загрязнения. Мы представляли свою программу, как можно защитить воду, очистить все вредные примеси и в целом улучшить положение дел. Для себя я открыл много нового. Например, систему проводимых заседаний в ООН, проблемы питьевой воды в мире. До этого я даже не подозревал, что все настолько серьезно. Игра проходила на английском языке. Это стало главной особенностью. Преподаватели отмечают, с каждым годом школьники все больше увлекаются изучением языков. Многие из присутствующих в совершенстве владеют английским. Сразу четыре мероприятия прошли в Академии Булашак. Основным стал семинар повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. На базе Академии улучшить свои навыки решили не только преподаватели Булашака, но и педагоги и магистранты других вузов и школ города. Все эти мероприятия были запланированы в начале учебного года, были зафиксированы в Министерстве образования и науки, проходят в соответствии со всеми требованиями. В частности, если мы возьмем семинар по повышению квалификации, он проводится ресурсным центром Академии педагогических наук Республики Казахстан. В частности, в качестве одного из лекторов приехал сам лично президент этой академии, Кусаинов Аскарбек Кабыкенович. Также в этот день провели круглый стол для студентов юридических факультетов, где обсудили основные проблемы уголовного права. Еще одно немаловажное мероприятие – студенческая научно-практическая конференция «Инновационные подходы в образовании». Студенты местных вузов выступали с докладами на тему, как улучшить и что можно изменить в системе образования. Все семинары и конкурсы были посвящены 25-летию независимости Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова